С помощью единой карты учащегося теперь можно заказывать и оплачивать школьный обед. Делать это можно через киберкассы. Одну из них установили в столичной школе номер 59. Макароны с горбушей или пюре с гуляшом в столичной школе номер 59 учащиеся сами могут выбрать себе обед. Причем через специальную киберкассу. Подходит ребенок, здесь выбирает. Тут, например, четыре наименования первого блюд. Вот. Нажимает на первые блюда вот здесь. Теперь выбирает тут вторые блюда. Тут есть очень много наименований. Педро, кипточки, говядина, голубцы, горбуша, гуляш из говядины, гуляш из вилет. Это очень удобно. Не сравнить как раньше, так и сейчас вообще хорошо. Оплатить обед можно здесь же единой картой учащегося. Кстати, она будет работать по трем направлениям. Пропускать в школу, заказывать и оплачивать питание, платить за проезд. И если по первым двум направлениям карта уже функционирует, то над оплатой проезда единой карты учащегося еще идет работа. Мы полностью исключаем возможность наличных денег у детей, а это в первую очередь безопасность. Дети ничего не потеряют, не возникнет какой-нибудь конфликтной ситуации. Таким образом, школьник, приходя с одной карточкой, на которой в принципе все функции у него заложены, он может по городу перемещаться, проходить наше муниципальное учреждение, питаться. В том числе не только в своей школе, но даже в соседнюю школу. Если он на Олимпиаде участвует, то он может расплатиться этой единой картой учащегося. Пока киберкассы работают в двух столичных школах – 59-й и 31-й. Но уже к 1 октября этого года систему внедрят во всех остальных школах города Чебоксары. Сейчас во все обучают заведующих производством школьных столовых пользоваться терминалами. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика.